Пауэрлифтинг 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 Абсолютное первенство, как и ожидалось, выиграла заслуженный мастер спорта из Серпухова Ирина Луговая, пожавшая 200 кг с невероятной легкостью. После соревнований Ира поделилась своими впечатлениями о выступлении. Хорошо, ничего не болит, приятная такая гибкость во всем теле. Сейчас промежуточный старт и поэтому закончили жим на 200 кг. Мы очень рады, что помост был легким, жалось легко, железь не начала больше. У нас идет сейчас подготовка к финалу чемпионата России по пауэрлифтингу и мы абсолютно не подводились и даже вчера проводили тренировку в приседаниях в пятницу, а сегодня просто решили жим понедельника заменить соревнованиями. И причем еще с бонусами, я так и предполагаю, что награждение как-то еще порадует. То есть дорогу отобьете из Серпуховой сюда? Ну да, по-любому. А может быть даже в дашке на кроватку что-нибудь там наскрыбем, если в абсолютке что-то получится. Мам, давай мне сейчас в домике, а я бабушка. Прямо она как бы в домике живет. А, как это она уже в домике, да? Да. Следом за Ирой со значительным отставанием, но в очень плотной борьбе между собой расположились Наталья Самарина и Мария Гулидова. Мы приехали просто пожать на то, что мы готовы. А тут уже такая сложилась борьба, как спортсменский характер, можно сказать. Это в ноги ноги бело. И сделалось то, что должно было сделать. Рассказ о соревнованиях среди мужчин начнем с выступления 11-кратного чемпиона мира, легендарного Константина Павлова. Константин был одним из претендентов на абсолютку, но так как он выступал первый среди соперников и не имел возможности следить за борьбой, то пришлось рисковать. Пожав начальные 185, Костя заказал свой личный рекорд 200 килограммов и был очень близок к успеху, но, к сожалению, зафиксировать этот вес ему не удалось. Старк! Давай быстрее! Загоним! Давай, давай, долгай! Молодец! Молодец! Попробуем. Попробуем. Весь клана подключилась. Попробуем. Попробуем. Чуть-чуть. Загоним. Загоним. Попробуем. Попробуем. Направленная задача была именно выиграть свои категории, чтобы поехать на чемпионат России. Турнир довольно-таки серьезный, соперники очень сильные. Ну, если дай бог, если пятое место займу, это будет конечно хорошо. Хотя с моим весом очень сложно с результатом 185 по 5 попасть в абсолютное первенство, даже в пятерку. Наличие солидного призового фонда на нашем турнире вызвало небывалый наплыв топовых российских жимовиков. Ужесточение конкуренции привело к тому, что один из сильнейших московских спортсменов Николай Соколов стал лишь вторым, даже пожав свой лучший результат 220 килограммов. Однако проиграть такому сопернику как Александр Громов не зазорно, ведь он является рекордсменом России и Европы именно в жиме лежа. На нашем турнире Саша пожал 240 килограммов, которые сделали его лидером абсолютного зачета. На помощь называется Александр Громов, Патронбия, в классе спортсменов здорового класса. Нас только для всех дети Патронбия, которые готовятся и Европы в море. Снимаем! Старт! Жим! Браво! Снимаем! Адрес защитов 240 килограммов. Сняв жимовую майку, Александр с олимпийским спокойствием наблюдал за попытками, более тяжелых конкурентов, сместить его с первой строчки. В чем секрет, Саша? Жима? Да, например, жима. Сегодня мы на жимовых соревнованиях, давайте поговорим о жиме, о Сашином. Ты сбитый, такая фраза, чтобы жать надо жать. Жима много. Сколько раз в неделю вы жмете? Расскажите, коротко. Три раза в неделю жмем, но еще кроме этого отжимания на бросих, еще есть подкачка. У нас в понедельник, среда, пятница жим. Ага. Вторник отжимания на бросих с весом, с большим достаточно. И еще подкачка есть в четверг. Секретов нету, больше тренируйтесь, занимайтесь, и все будет хорошо. Даже находясь на сцене, мы почувствовали, как миллиметр за миллиметром оседает фундамент ПК-42. А это значит, разминочный зал заполнился спортсменами тяжелых мясовых категорий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первыми после перерыва в борьбу включились спортсмены весовой категории до 90 кг. Явным фаворитом выглядел Павел Слейд. Его превосходство над соперниками было настолько велико, что Павел обеспечил себе победу уже в первом подходе, пожав 265 кг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Среди преследователей Павла Слейдя особо выделялся молодой перспективный спортсмен Денис Никитин, пожавший свой лучший результат 250 кг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА